Здравствуйте! В эфире город С.Татьяна Дмитриева. Что интересного происходит в Самарском литературном музее? Какие экспозиции, фестивали и мастер-классы можно посетить в летнее время? Об этом говорим сегодня. В нашей студии старший научный сотрудник экспозиционного отдела литературного музея Олеси Атрощенко и заведующий отделом по работе с публикой Ольга Служаева. Ваши вопросы, а также сообщения о том, ходите ли вы в музей и кажется ли это вам интересным, озвучивайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Олесь и Ольга. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, лето для музея – это горячая пора или такая спокойная, потому что люди в основном отдыхают на берегах рек, морей. Они занимаются такой духовной и интеллектуальной работой, потому что поход в музей – это все-таки отчасти труд. Согласитесь с этим, наверное? Как вам кажется? Сложно не согласиться, но я думаю, что просто летом немного другой посетитель приходит в наш музей. Это Ольга, это Олеси, да, вот поясни. Да, если все-таки в учебные дни обычно к нам приходят чаще всего дети из школы со своими руководителями, там или в рамках каких-то экскурсионных программ по городу, обзорных экскурсий, то сейчас чаще всего, опять же, да, приходят, также приходят дети с родителями, но обычно это дети на каникулах с родителями в отпусках или там в выходной день, там прогуливаясь, планируя приятно по городу, наслаждаясь погодой, и приходят на наши программы. И, конечно же, это туристы города, которые часто… В обязательном порядке заводят их вам? Нет, обычно они случайно заходят в музей, либо уже, посмотрев какие-то другие достопримечательности, они находят путеводители, либо там на различных там приложениях, да, там устройствах мобильных, наш музей, и приходят для того, чтобы узнать. Понятно. Олеся, а вы как человек креативный, который отвечаете за такую программу, да, за то, чтобы ее придумать, организовать, выстроить и внедрить в производство, так сказать, лето для вас – это сложный период такой, или наоборот, что-то такое появляется, которое дает толчок для творчества? Лето – это очень интересный период, потому что мы не просто музей, а мы музей-усадьба. И летом мы как раз открываем самое ценное, мне кажется, что у нас есть – это вот этот усадебный мир, сад наш с беседками, с замечательными лужайками. И это пространство дает тоже импульс для каких-то идей, для творчества, для новых возможностей, и это очень интересно. Да, действительно интересно, потому что вот сегодня стала знакомиться с вашей работой. Уж никак не ожидала, что в литературном музее можно вот на территории усадьбы заниматься йогой, во-первых, затем, ну, сеансы, киносеансы летние уже как-то ближе к вашему такому направлению. Но вообще вот это креатив, да? Вот йога как появилась у вас? А йога – это не совсем правильная трактовка мероприятия, потому что это мероприятие проходило в рамках мифологического лета на усадьбе. То есть мы работаем со сказкой, с мифом. А йога, какое отношение к этому тогда в любом случае? У вас же были занятия йоги на открытой площадке, на лужайке, да? Да, да, да. Но это все шло, йога шла как бы через призму текста, да, через это отражение. То есть один из организаторов, Юрий, вот как раз пытался воссоздать вот эту структуру мифа старинную, и как раз через вот какие-то такие телесные практики показать понимание всех вот этих вот основных, основных составляющих мифа. То есть основных энергетик. Понятно. Ну вот посетители нашлись, которые все вот все это ощутили, поняли, вникли, проникли. Да, вникли, сами стали писать мифы даже, да, более того, скажу, придумывать, да, какие-то свои истории. Ну это была такая короткая, очень экспериментальная на один месяц программа, но она базировалась на вот сочетании музыки, то есть наши практически профессиональные музыканты играли и миксовали звуки, соответственно, был текст, слово и физические упражнения. Ну, в общем, для нас это интересный эксперимент, который не слишком продолжителен был, но любопытен. Но, конечно, основная деятельность нашего музея связана не с йогой. Да, конечно, это в рамках эксперимента. Вот, мы показываем кино на усадьбе, у нас отличный кинотеатр под открытым небом, это возможность просто прийти каждую среду в 9 вечера, посмотреть кино и подборку. А есть посетители, вот приходят летом в музей, чтобы смотреть кино? Конечно, конечно. Да? Есть? А в чем вот такая изюминка, вот специфика такого мероприятия? Ну это же не просто показ и просмотр фильма, это авторская программа известного киноведа, да, кинокритика, там, кандидата филологических наук Романа Черкасова, куратор киноклуба «Треугольник» и «Ракурса». Вот, поэтому это такая довольно мощная работа перед просмотром фильма. Ну это идет в рамках лекции или обсуждения уже? В рамках лекции все-таки обсуждения, это вещь более длительная, поскольку у нас так все это мероприятие проходит в вечернее время и заканчивается уже около полуночи под час, поэтому обсуждение, конечно, здесь уже не укладывается в рамки на рабочего дня. Да, но у вас мало что вообще укладывается в рамки, я хочу сказать, потому что даже воображаемая комната Алексея Пешкова, да, у вас вот недавно был такой проект, реализация такой, тоже воображаемая. Вот как все это выглядело? Действительно ли приходилось посетителям воображать, или вы что-то все-таки представляли ими? Это новая экспозиция, которая открылась в нашем музее, то есть это полноценная выставка, посвященная жизни, творчеству Горького. В принципе, тема вполне классическая, но вот как раз ее интерпретация, она вот такая вот необычная, своеобразная в рамках. А вот слово в названии, воображаемое, это со стороны организаторов воображения, или со стороны посетителей тоже они должны воображать, или как вот, почему воображаемое? Потому что вы давали шанс, подталкивали людей к воображению, или все показывали, вот это вы воображаете, и посетители просто приходят и смотрят на то, что вы вообразили, вот. Просто когда экспозиция делалась, мы столкнулись, в общем, с вполне объективной проблемой. У нас когда-то был мемориальный музей Горького, и была реальная квартира, воссозданная, да, но сейчас мы это здание утратили, и наша задача была сделать выставку про Горького в гостях у Алексея Толстого, фактически, да. И поэтому воображаемое, потому что мы должны были предъявить эту квартиру, но мы не могли предъявить ее подлинной, поэтому мы пофантазировали, и вот куратор выставки Андрей Рымович, вместе с московским дизайнером Ксенией Филатовой разработали интересный проект, где есть выгородка с этой квартирой, где установлено примерно то, как это было, А все остальное пространство – это жизнь Горького, протекавшая в его, ну, в голове, как организаторам и кураторам так представлялась. Это его самарская публицистика, это его система персонажей и образов, которые рождались в его ранних произведениях, и это целый шкаф Горького, то есть элемент квартиры, фактически, да, такой метафизический шкаф, в котором вся жизнь Горького, от его знакомых, друзей, жен, любови до посмертной маски, которая выдвигается из этого шкафа, и можно посмотреть. Да, заинтриговали жены и любови, это очень интересно у знаменитых личностей, как бы это тоже привлекает, тоже определенный интерес. Скажите обратную связь от посетителей вот этой выставки, вы уже получаете, Ольга? Как вот вы устраиваете? Было открытие выставки, и да, да, я думаю, всем очень понравилось, всех заинтересовало, я думаю, что просто, ну, этот новый необычный подход к экспозиционированию, вот, потому что, конечно, еще город не привык к таким, ну, современным подходам в литературных выставках. Вот что значит молодежь, вот действительно, когда встречаешься с сотрудниками вашего музея, ну, столько креатива, вот удивляешься, как это можно вообще придумать. Вот у меня вопрос к Олесе. Откуда креатив? Вот где, понятно, что вы очень креативный человек, и все-таки, вот, откуда вы все это берете? Вы встречаетесь с кем-то, с интересными личностями? Вы сами куда-то выезжаете на природу, на велосипеде, подсказывая, и там чего-то набираетесь? Вот что, что вот вас подпитывает в этом отношении? Ну, спасибо, конечно, за такой лестный отзыв, потому что, ну, как, мы ездим, во-первых, смотрим, стараемся следить за тем, что вообще сейчас происходит в музейной жизни, да, ну, и потом нам, в общем, действительно, мы все люди с некоторыми амбициями, и нам скучно сидеть просто так, да, тем более, что музей, на самом деле, он дает большое пространство для творчества, то есть, можно любой материал подать людям как-то интересно, и, ну, грех этим не пользоваться, мне кажется. Да, вы же были недавно в Ясной Поляне. Вот какая персона вас особенно заинтересовала, удивила? С кем вы успели пообщаться, когда вот были там? Ну, мне удалось пообщаться с Феклой Толстой, в общем, прямой потомок Льва Толстого, очень интересная, незаурядная, энергичная женщина, которая двигает просто проекты, популяризатор творчества Толстого, и, кстати говоря, наш музей тоже активно сотрудничает с ними, потому что мы принимали участие вот в читках Анны Карениной, глобальный проект, когда по всему миру, от Москвы там до Нью-Йорка, Лондона, по всем городам мира читалась Анна Каренина вслух, и наши деятели, культура наша тоже принимали в этом участие, и в музее проходили читки, прямая трансляция через Google, это было очень необычно и здорово. Да, ну вот вы не зацикливаетесь только на Алексея Толстого, да, допустим, потому что Лев Толстой, противоречия нет, не вступает, вот, кажется, вот. Лев Толстой был в Самаре, неоднократно он был самарским помещиком, поэтому. Да, поэтому тут можно общие все равно найти и использовать. Не то, что можно, нужно, нужно использовать архив, фонды, и если есть какие-то писатели, связанные с губернией, с нашим краем, конечно, нельзя это оставлять без внимания. Ну, потому что, ну, как ты подумаешь, вот, музей Алексея Толстого, да, и, кажется, вот, работай, работай, тут поле тоже непаханное можно, а тут еще вот вы как расширяетесь. Ну, мы музей литературный, не просто Алексей Толстого. И музей Максима Горького, мы, если быть. Мы имени Максима Горького, усадьба Алексея Толстого, а вообще мы литературный музей, и мы пополняли свои фонды архивами всех писателей, которые значимы были в Самаре, и стараемся с ними налаживать связи. Да. Ольга, скажите, пожалуйста, дети, вот, среди посетителей, какую долю занимают, вот, как часть посещающих музей? Большая эта часть, меньшая? Или как? Вот ставку вы какую на них делаете, вот, для посещений? Ну, я думаю, что наш музей пытается позиционировать себя и как детский музей, и как музей для взрослых, поэтому программы мы прилагаем разнообразные. То есть, конечно, музей выходного дня – это такие программы, на которые комфортно прийти родителям вместе с детьми. То есть семейные, да? Да, семейные, конечно, да, и все масштабные фестивали, в принципе, чаще всего связаны как раз вот с обеими целевыми аудиториями, потому что и ночь в музее, когда у нас проходит, конечно, первая часть обязательно посвящена детям, это детская программа, а вторая часть уже взрослым. Вот, но, поэтому я даже не знаю, мне кажется, 50 на 50, потому что понятно, что дети в любом случае приходят в музей с родителями. Ну, понятно, да. Ну, и все-таки, вот, если конкретно для детей, чему они могут научиться там, что узнать нового, вот, как они свой круглозор расширяют? Потому что я прочитала, что у вас еще и мастерские даже есть, мастер-классы вы проводите. Ну, конечно, да, проводим мастер-классы, ну, во-первых, это уже, наверное, уставший и набравший определенную популярность в Самаре мастер-класс театральный, который проводит один из наших сотрудников, Екатерина Наряева. Это мастер-класс в этом месяце будет проходить по изготовлению перчаточной куклы, поэтому мы всех приглашаем, опять же, да, к участию в одно из воскресеньев. 11-го числа, нужно вот конкретно сказать, чтобы люди уже готовились, горожане. Сегодня тоже у вас какой-то проект реализуется? Сегодня выходной, выходной, седьмой музей. Ну, у нас очень интересный будет проект «Бумажная усадьба», вот сейчас Ольга несколько слов про это расскажет, да? Да, да, также вот у нас Татьяна Марцуна, наш научный сотрудник, подготовила тоже этот интересный очень проект, связанный с созданием бумажной куклы и бумажного театра. Да, да, причем мы постараемся на этих мастер-классах воссоздать усадебную эпоху конца 19-го, начала 20-го века, то есть эпоха, в которой жил Алексей Толстой, его семья, мама Александра Леонтьевна, отчим Алексей Аполонович Бостром. И вот дети как раз на примере создания вот этих вот, да, там, картонных персонажей будут узнавать историю нашего музея, историю этой семьи, историю их взаимоотношений, также историю костюма, поскольку, конечно, наряды мы будем делать вместе с детьми тоже соответствующие той эпохе, в которой они жили. Ну и в дальнейшем, на следующих занятиях будем уже работать над созданием каких-то частей нашей усадьбы, то есть это дворовые постройки и сам дом, комнаты, обстановка, предметы интерьера, мебель, ну то есть все. В конце, я думаю, года у нас уже такая получится, второй настоящий бумажный дом, бумажная усадьба будет воссоздана полностью. Ну это как макет? Это макет, да, конечно, как макет, не второй, второй музей мы пока не строим. Из бумаги. Из бумаги. Хотя вот московские коллеги делают и такие проекты, из бумаги музея, да, как в гараже, ну это... Да, да. Но это не про нас пока, к сожалению. К сожалению. Еще, вот удивительно, да, вы расширяете, собственно говоря, свою аудиторию, даже используете иностранный язык, вот это что за проект, что у вас проходят дни иностранных языков, да? Я знаю, вот как можно иностранный язык привязать к литературному музею? Чему вы, вот с этой стороны, если подходите, чему, что вы предоставляете посетителям? Ну, во-первых, проходит школа перевода современной американской поэзии. Это очень такой значимый, мне кажется, нашему музею проект. И находятся желающие все это прослушать? Конечно, но не прослушать, это называется поучастность, включиться в процесс, стать переводчиком мы предлагаем. То есть мы работаем действительно с довольно известными переводчиками, это Александр Уланов, Галина Ирмошина, вот они такие, можно сказать, кураторы мастерской этой, но, в принципе, там нет кураторов, потому что каждый участник, который даже пришел в первый раз, пусть будь то школьник, студент, человек, который вообще не имеет к этому никакого отношения, он может взять тексты на сайте современных американских авторов, которые мы предлагаем вот как раз к переводу перевести, принести свою версию, а дальше мы делаем такой подстрочник, создаем. То есть подстрочник уже готов, обычно мы выбираем нужное слово, выбираем из массы вариантов, обсуждаем все это, и в конце мы получаем вот перевод полноценного стихотворения в конце этого занятия, вот поэтому, конечно, ну, такие, я думаю, лингвистические какие-то практики, но это очень важно, то, без чего невозможно жить в современном мире, и, конечно, все мы хотим читать литературу и понимать ее, и интересно читать ее на разных языках. Я хочу обратиться к телезрителям, сегодня у нас в эфире представители Самарского литературного музея, если у вас есть к ним вопросы, а также ваше мнение, какие музеи вас, может быть, другие интересуют в нашем городе, их плюсы и минусы, звоните, контактируйте с нами, потому что еще есть время. В этом году так совпало, что и год литературы, и юбилейный год со дня победы, да? Вот в вашем музее это как-то отразилось в каких-то выставках, экспозициях, тематике? Да, у нас есть открылась в апреле выставка, которая называется «Столовое детство». Она о детях Куйбышева, как раз того времени, когда он стал второй столицей, и выставка была интересна тем, что мы поработали с сообществами самарскими, в общем, это сейчас достаточно интересная и популярная тема для музея, да, это работа с людьми, не только как приглашенными на выставку, но и как соучастниками и в процессе создания самой выставки. То есть к нам горожане приносили свои игрушки, цитратки, воспоминания, свои открытки, в общем, реликвии, семейные архивы тех лет. И вот на основе этих материалов мы сделали выставку. И, в общем, она у нас продлится до 26 октября, и мы всех приглашаем посмотреть, потому что то, что там выставлено, это на 80% не фонда нашего музея, а то, что мы потом вернем людям, и больше в музее это, скорее всего, нельзя будет увидеть. А вот дети Оли на такие экспозиции приходят? Приходят, да, детям это интересно. Детям это тоже интересно, да? Конечно, да, но выставка рассчитана как раз в первую очередь на детей. Это такая война глазами ребенка, и я думаю, что, конечно, детям там вполне комфортно, потому что там это все об их мире, об их жизни, только в другое время немножко. Интересно побыть ребенком с 40-х годов, я думаю, вполне. Да, ну вот а если определить основные направления все-таки работы вашего музея, это какие? Ну, прежде всего, это работа с литературой, и литературой, связанной с Самарой, так или иначе, да? Но и в целом работа с текстом, потому что текст — это шире литературы. В общем, воспоминания наших бабушек и дедушек — это не литература, но это текст, и с ним можно работать, и их можно показывать, и мы приводим там цитаты, и прямую речь на выставках. Поэтому в целом потом, опять же, вот у нас будет, например, 11 числа, 11 июля мероприятие, такая на грани фестиваля и выставки «Самодеятельность». Это работа с нашими молодыми художниками, музыкантами, организаторами. Вместе с нами выступают Арсений Марушев и члены коллектива «Мама не узнает», достаточно популярного сейчас в Самаре. И мы вот пригласили в нашем музее устроить мероприятие, на котором будет и поэтический батл, то есть наши современные поэты самарские будут соревноваться в своем мастерстве, и в то же время выставка художников современных, ну вот наших сверстников, в общем, да, достаточно молодых людей. И музыканты будут играть. То есть мы пытаемся попадать в литературу, искусство вот в таком очень открытом формате, понятном для самых широких масс. А вот вы сами как пришли к работе в музее? Вот через что? Или вот вы с детства решили, что будете в музейного работника? И туда пришли, как вот просто интересно, потому что вот музеи молодежи, это не всегда как бы ассоциируется вместе. Да, наверное, через филологию мы туда пришли. Мифологию? Филологию. Филологию. Мы уже через Министерскую факультету, через филологию. Понятно, потому что, вы знаете, вот действительно, вы сказали, что литература, затем текст, и как важно научиться проникать в текст. Потому что мы читаем, да, ну вот так бегло, можно сказать, даже вот литературу художественную, мы читаем просто вот так, ну читаем, читаем, информацию собираем, так он зашел туда, отсюда вышел, здесь там что-то купил, здесь вот что-то сделал и так далее. А вот это умение проникать в текст, оно через что? Вот через какие ваши экспозиции или через что людям передается? Ну, в общем, уже много, несколько лет наш музей работает как раз с тем, чтобы делать текст понятнее, причем самыми разными способами. Вот у нас был в 13-м, по-моему, году проект «Поэтические машины», когда человек мог зайти в механизм и с помощью некоторых простых действий создать текст. И таким образом он осваивал механизмы, которые действуют внутри этого текста, да, то изучал, как он устроен. И, в общем, вот этот опыт «Поэтических машин», он так или иначе воспроизводится на многих наших выставках. Вот про Горького, мне кажется, тоже вот есть такой элемент интерактивности, да. Это один подход, да. Другой подход, мы все время думаем, как визуально подать текст так, чтобы он читался. И у нас был большой проект, связанный в этом смысле, связанный с показом писем из архива Алексея Толстого, вот этой любовной истории его матери, которую мы распечатывали там на огромных листах и строили целые стены из этих текстов, лабиринты. И по итогам прохождения этого лабиринта можно было проникнуть в эту историю, узнать ее. Да, я помню, кстати, про визуализацию. Мы уже говорили, Ольга, а вы же еще приглашаете известных артистов, да? Они тоже помогают вот текст сделать таким объемным, красочным и донести, да? По-моему, Сергей Никоненко у вас был, да? Да, но это, конечно, не совсем наш проект, это скорее проект департамента культуры, в общем. Мы просто выступали в тот момент, да, площадка, которая организовывала этот концерт, в рамках конгресса, библиотекаря. Ну, конечно, потому что это была читка произведений поэтов Сребряного века. Да, это тоже вот находка, мне кажется, тоже интересный из уст вот таких... И у нас вот к нам приходят различные, извини, что перебила, различные эксперты, да? Да, да, и у нас буквально минутка, пригласите, пожалуйста, посетителей на ближайшее яркое событие Самарского литературного музея. Ну, вот первое событие, о котором я скажу, это 7 июля будет лекция нашего старшего научного сотрудника Андрея Косицына в рамках открывающегося летнего университета реализма. Это как раз тоже одна из возможностей лучше понять текст, задать какие-то интересующие вопросы, тема лекции «Бытописание как проект русской литературы». Я думаю, что это лето мы работаем вот с таким направлением литературным, как реализм, и мы пытаемся с разных точек зрения рассмотреть его на этих лекциях. Я думаю, что будет интересно, поэтому всех приглашаем. Я хочу анонсировать еще литературные бенали, которые у нас пройдет вот осенью, и мы надеемся, что нас посетит Людмила Петрушевская, в частности, да, знаменитый литератор, да, Иван Толстой уже дал согласие. Ну, мы слегка приоткрываем секрет этому. Да, 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 заинтриговать обязательно нужно. Очень приглашаем всех. Ну что ж, спасибо большое за то, что пришли к нам в эфир, рассказали о своей работе, плодотворной вам работы и в летнее время, вам креатива, вам больше посетителей, привлечения и всего самого хорошего. Спасибо вам за внимание, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова